ПЕСНЯ 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 Мы его подкрепляем, да, два и три раза в день, чтобы нам двигаться, ходить, чтобы нам делать добрые дела. А также внутренний человек, он желает всегда, чтобы нам подкрепиться. Я зачитаю это первое послание Тимофею. Павел пишет, это 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение, занимайся с ним постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь из слушающих тебя». Друзья, этот стих имеет очень большую глубину. И мы здесь видим, что Павел дает наставление молодому служителю Тимофею, чтобы он вникал в себя и в учение. Вот эта вот часть стиха мы можем рассудить как. Значит, учение было преподано ему Павлом. Он, как сказать, в него вложил это учение. Павел принял самого Иисуса Христа, да. И мы видим, что здесь он дает ему наставление, чтобы он сравнивал свою жизнь с тем учением, которое они ему дали. Потому что это учение Иисуса Христа, и чтобы каждый человек мог сравнить свое хождение пред Богом со Словом Божьим. И он говорит, занимайтесь им постоянно. Ну, как вы скажете, как постоянно? Какое может быть постоянство, да? Друзья, раз в день или два в день, да, один скажет, да, это нормально, другой скажет, это мало, а треть скажет, даже много. Что значит постоянно? Постоянно наш разум должен быть занят Словом Божьим. Только тогда мы будем возрастать в Боге. Вы скажете, а когда же думать о земном тогда, да? Это свойственно человеку. Вот Александр Иванович свидетельствовал тут многократно, когда он стоял за станком, да, когда он изготавлял какие-то там детали точил, а разум его был занят совсем другим, друзья. Он рассуждал, а Слово Божьим он размышлял об истине Божьей. И руки его выполняли то задание, которое он должен делать, а мысли его были заняты Словом Божьим. И нам Слово Божье говорит, что занимаясь им постоянно. То есть в любое время дня и ночи, даже пришло время и ночью, посетить время Господу, самому уделить, значит, мы должны также быть, заниматься этим постоянно. Написано дальше. Если мы будем так все поступать, так делать, то, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Итак, многие из нас всех прислушиваются здесь родители. И чтобы нам, во-первых, дать пример своим детям, нам нужно с постоянством размышлять о Слове Божьем, заниматься этим постоянно, чтобы жить по Слову Божьему, чтобы с нас могли брать пример наши дети, наши родственники. Ибо написано, что спасешься ты, и кто слушает тебя. Почему? Потому что если мы живем по Слову Божьему, если мы ходим во свете, если мы поступаем, как Слово Божье нам говорит, то, глядя на нас, и будут подражать нам наши дети. Что мы в них вложим, и что мы им покажем, как мы живем, они все это будут отображать. Как мы являемся отображением луча света, как солнце, лучи светят на землю, и как Слово Божье, оно светит в наших сердцах. Мы должны также отображать своей жизнью полнотой учения Слова Божьего. Потому что, друзья, на нас смотрит мир соседей, неверующие, родственники. То есть, почему никто говорит, а почему вот мои родственники не покаялись до сих пор, а почему то-то, то-то, то-то? Почему еще и дети наши не все в Господе? Друзья, у Бога есть свое время. И тут еще мы можем посмотреть на себя, как мы сходим во свете, как мы вникаем в Слово Божие, как мы живем по Слову Божию. Это все отображается на окружающих нас людей. И желание моего сердца вместе с вами горячо помолиться, чтобы мы все вникали в себя и в учение, чтобы мы могли сравнить себя со Словом Божиим. А как поступил Христос? Были такие времена, когда в моей жизни, когда не находил я искреннего какого-то правильного ответа, как поступить в Слово Божие. И я призывал братьев, и я советовался с ним. И братья мне не говорили ни да, ни нет, ни поступи так или поступи так, а всегда на основании Слова Божьего. Потому что это наш ориентир в нашей жизни. И мы будем молиться, чтобы Слово Божие было ориентиром в нашей жизни, чтобы мы могли им питаться, могли его знать, слушать и исполнять. Потому что волю Божию исполнять с нашей стороны волю Его. Дабы нам возрастать в благодать Его, в любви Его, в полноте учения. Будем молиться и прославлять нашего Господа. Аминь. Спасибо.